Они шагнули, вот просто один шаг был. И все. И удар. Я отъехала, на остановке остановилась, потому что я вообще в шоковом состоянии была. Даже ехать не могла. Просто я видела, что там много маршрутчиков стояло, которые в районы ездят. И там все мужчины туда побежали. Вчера на этом пешеходном переходе водитель Лексуса насмерть сбил двоих подростков. Ребята переходили дорогу на зеленый, разрешающий для пешеходов сигнал светофора. Однако иномарка даже не притормозила. Скорость была настолько большой, что подростков от удара откинуло почти на 50 метров. Это были брат и сестра. Он провожал ее на электричку. Парню только исполнилось 17 лет, а девушке было 16. Вот оно, то самое видео с места ДТП. Лексус летел даже без включенных фар. Возможности разглядеть его и избежать столкновения у пешеходов практически не было. Личность погибшего Кирилла установили по банковской карте. В семье, где четверо детей, он был единственным мальчиком. Поэтому всегда заботился о маме и сестрах. Так случилось, что и в день трагедии он провожал троюродную сестру в район. А еще раньше утром виделся со старшей родной. Я вот утром нас встречал. Вот так здесь сестер, да, пристаный был, вас встречал, тут провожал. Потому что сейчас собаки везде, мы живем с мамой недалеко. Кирилл, выйди, встрети нас. Ладно, встречу. Встретил. Говорю, все, мы пойдем, я с ребенком, нам спать надо. Пойдем, нас все проводил. Гулять пойдешь сегодня? Да, говорит, гулять в три часа. А на два часа, говорит, меня мама отпустит. И все. В семь часов ему звоню. Думаю, где он? Не знаю. Ну, позвонить ему решил. Как потом только от матери устали, да? Да, мама, говорит, трубку не берет. У нас с мамой еще вечером разговаривали. Я говорю, может быть, он в кино, говорю, не слышно. Говорю, по времени-то уже даже фильм мог пройти, когда я ему звонила, и сейчас с мамой разговаривают. А то есть ты звонишь? И тут же мама, говорит, мне кто-то звонит. Трубку взяла, и все, и все. И мы поехали. 21 февраля ему исполнилось 17 лет. Вот и получилось, что все. Ты с ним когда последний раз разговаривали? Куда шел, откуда шел? Я его, вот и 21-го я ему поздравлял с днем рождения. Веселый, энергичный, постоянно в футбол бегал. У него и друзей постоянно много было. Все, я больше не могу ничего говорить. Тяжело. Друзья сегодня возлагают цветы к месту ДТП и до сих пор не могут поверить, что больше не увидят одногруппника. Кирилл учился на спасателя на втором курсе в колледже в Сгуту. Много друзей, со всеми общался, везде участвовал, танцевал. Симпатичный, хороший человек. Девочка. Вы все видели, что мы с тобой живем, да? Нами хорошо общались. С первого курса я с ним, ну, прям, сель были, а потом. Ты с ним когда последний раз общалась? В понедельник. Может, так же вместе, когда-то. Ты даже представить такое не могла, но всегда с улыбкой ходила. О второй погибшей девочке мало информации. Известно лишь, что она жила и училась в поселке Шалуты. Водитель бросил машину и сбежал. Его нашли уже через несколько часов. Оказалось, что иномарку он взял у родственников, а перед этим хорошенько напился. И это не первое его преступление. За свои 38 лет он уже был судим за убийство. Какого-либо раскаяния в показаниях на допросе не наблюдается. Вы совершили наезд на двух пешеходов, на регулированном пешеходном переходе? Да. С места ДТП вы скрылись? Да. А почему скрылись? Испугался. Испугались чего? С самой ситуацией. Да, я сшибал кого-то. Я же не знал, какие там будут последствия. Сколько вы употребляли алкоголя? Какого продукта вы употребляли сегодня? Я не помню. То есть факт употребления алкоголя вы признаете? Да. Ранее привлекались к уголовной ответственности? Конечно. 105-я, 166-я. В социальных сетях многие выражали желание помочь пострадавшим семьям. Для тех, кто хочет это сделать, мы публикуем реквизиты. Юлия Пермякова, Сергей Медведев. Новости дня.